На территории Черноморского горсовета 110 групп детских садов посещают более 2,5 тысяч дошкольников. Главный специалист отдела образования Татьяна Рабович отметила, что проблемы очереди в дошкольные учреждения сегодня практически не существует. При комплектации групп на новый учебный год 2016-2017 год была полностью снята очередь, очередность для детей, которым на 1 сентября исполнилось полных три года. Три года, четыре и пять. Все дети были определены до школьного учреждения города. Остались дети двухлетки, которым на 1 сентября не было полных трех лет. Это небольшое количество детей, в пределах где-то 280 человек, которые остались у нас в очереди. В этом году им исполняется три года. В первую очередь они будут определены в детские сады города. С начала учебного года профильные службы горосполкома продолжают вести работу по контролю посещаемости малышами детских садов. Ежемесячно руководителями совместно с отделом образования производится мониторинг посещаемости групп детских садов. Средний показатель за период сентябрь-декабрь – это 60% посещаемость. Это небольшой процент посещаемости. Были у нас и в прошлых годах более высокие – 70%. Специалисты отмечают, что на посещаемость с детьми дошкольного учреждения влияют несколько факторов, среди которых сезонные заболевания, длительное оздоровление после болезни, адаптационный период в младших группах. Как правило, процент посещаемости детских садов растет в весенний-летний период. Это подтверждает заведующая детским садом номер два Татьяна Якубовская. Хочу отметить, что дети очень активно посещают наш детский сад. На сегодняшний для вашего интервью я подготовила такие данные, что сегодня у нас 85% заполненности детского сада. Чуть-чуть была пониженная заполненность в декабре и начале января месяца, потому что был период заболеваемости по гриппу, были непогодные условия, когда немножко заметало снегом. И плюс были праздничные дни, это новогоднее, Рождество, когда дети все-таки разъезжались немножко отмечать праздники со своими родителями. Из бюджета Черноморска на содержание детских садов, включая капитальные ремонты и приобретения, выделяется почти 60 миллионов гривен. Родители же платят только за питание ребенка, причем 40% суммы оплачивает бюджет города. Немножко разнится оплата за детский сад, то есть дети младшего возраста с двух до трех, они оплачивают 13,80 в день, а дети более старшего возраста 21,10 в день стоят. Я считаю, что накормить ребенка за эти деньги дома тоже достаточно проблематично, а здесь дети получают трехразовое питание полноценное. Медсестра, руководство детского сада мы постоянно следим за тем, чтобы выполнялись нормы питания детей, чтобы питание было всегда свежим, горячим. У нас почти ежедневный завоз продуктов, следим за тем, чтобы и овощи, и фрукты детьми употреблялись в полном объеме. Педагоги подчеркивают, что за невысокую родительскую плату дети, которые посещают садики, помимо питания и воспитания, получают целый комплекс образовательных услуг. С детьми работает и практический психолог, и руководитель кружка, и инструктор по физкультуре, и музыкальный руководитель. Просто такой круг услуг, которые предоставляются детям, дома реализовать невозможно. И, конечно, я считаю, что родители должны быть заинтересованы в том, чтобы, если они получили путевку, то все-таки ходить в детский сад. Городские власти прикладывают максимум усилий, чтобы обеспечить малышам комфортное пребывание в детских садах. И рассчитывают, что дошкольные учреждения будут использованы с максимальным эффектом.